Всем привет! Сегодня будем восстанавливать аппарат плазменной резки VARTEK PLASMA 40. Расскажу историю этого аппарата. Аппарат приехал ко мне с Амурской области, город Горный. Вот в такой посылке отправлен он был почтой России. И краткая предыстория, как этот аппарат попал ко мне. Обратился ко мне Евгений, прислал на почту несколько видео. И показывает, что происходит с аппаратом. Новый аппарат проработал буквально там лето. Ну чуть-чуть там по времени, если взять. Постоял полгода зимы, на следующий. Вот в прошлом году я там вытащил его. Он, короче, при включении начал у него плазморез срабатывать. Это не плазморез, а осциллятор, разрядник искрил. Сейчас достаю, посмотреть в чем проблема. В интернете там увидел. Включаю, он уже не искрит. Все, ничего. Никаких звуков, ничего не искрит. Тишина. И прислав данное видео, Евгений обратился с помощью помочь ему с ремонтом этого аппарата. Как можно уже видеть из видео, аппарат уже был вскрыт. Вскрыты были у него релюшки. И я на самом деле не сталкивался с подобным. Поэтому каких-то шаблонных мер по лечению этой болезни у меня нет. И я предложил Евгению помощь на оплатной основе в виде консультации. На что он потом, подумав, сказал, что, ну, наверное, консультации ему могут и не помочь. А деньги в любом случае ему придется за это заплатить. И он решил отправить этот аппарат ко мне. Далее он отправил этот аппарат почты России. И тут ждал такой очень неприятный сюрприз. Почта России заявила, что с Амурской области, с города Корнова, аппарат будет идти ориентировочно больше месяца. На самом деле сроки какие-то просто немыслимые. И какие-то товары из Китая приходят в разы, бывает, быстрее. Но надо отдать должное. Информация оказалась неправильной. И аппарат пришел ко мне за 9 или за 10 дней. В коробке с аппаратом, помимо упаковочного картона и плазматроном, лежала вот такая пояснительная записка. В которой указано, что релюшки я вскрыл. Так как многие говорили, что реле залипло. Потом я их закрою сам. Главное, чтобы работало. Спасибо. Теперь давайте будем приступать уже к вскрытию аппарата. Смотреть, что с ним не так. Внутри аппарат находится вот в таком состоянии. Релюшки, про которые говорил Евгений, они действительно вскрывались. Три релюшки с вскрытым корпусом. И давайте теперь будем включать аппарат в сеть. Будем смотреть, что же с ним происходит на самом деле. Исходя из того видео, которое мне прислали, понятно, что аппарат думает всегда, что у него нажаты клавиши на плазматроне. И всегда работает осциллятор. Но это было до какого-то определенного момента. После того, как в аппарате полазили, работать осциллятор перестал. Газовый клапан работать перестал. И теперь аппарат вообще никак не реагирует. Теперь включаем аппарат. Аппарат уже подключен к лампе. Аппарат у нас включился. И по идее лампа должна была потухнуть. Так как силовая часть аппарата сейчас работать не должна. То есть никакой нагрузки, кроме вентилятора, по идее аппарат сейчас потреблять и сети не должен. Ну и мизерное потребление от блока питания. Но лампа горит в пол накала. И это свидетельствует о том, что, скорее всего, силовая часть у нас сейчас находится в запущенном состоянии. Теперь давайте померяем напряжение на выходных клеммах аппарата. Я больше чем уверен, что оно сейчас будет показывать холостой ход аппарата. Собственно, что и требовалось увидеть. Мультиметр у нас показывает, что аппарат сейчас выдает 159 вольт. И это при том, что аппарат еще подключен через лампу. То есть если бы он был подключен без лампы, напряжение было бы за 200 вольт на выходе. То есть аппарат по-прежнему думает, что клавиша на плазматроне у нас находится в нажатом состоянии. И начнем мы лечить этот аппарат именно с этого. Первое, с чего стоит начать, это убедиться в том, что разъем, к которому подключается управляющая часть плазматрона, у нас находится не в замкнутом состоянии. Для этого обычным мультиметром проверяем на короткое замыкание. И мультиметр у нас показывает сопротивление в районе 5 и 7 мегаом, что нормально. Короткого замыкания в разъеме, либо где-то его в последующей части у нас нет. Теперь включим аппарат и замерим напряжение на этом разъеме. Оно должно быть в районе 24 вольт. И так и есть напряжение 25 вольт. То есть при замыкании этого разъема напряжение у нас должно упасть до нуля. И соответственно аппарат понимает, что мы нажали клавишу на плазматроне. Ищем далее виновника. В аппарате установлен шим-контроллер SG3525. Стандартная шимка в трехэтажных аппаратах, да и вообще много она где применяется. И для того, чтобы на выходе шим-контроллера появился шим-сигнал, и соответственно аппарат запустил силовую часть, и на выходе появилось напряжение, нужно, чтобы на восьмой ноге, это нога Soft Start этой микросхемы, появилось напряжение. Обычно это около 5 вольт. Кстати, у меня уже было видео с похожей неисправностью, где на ноге Soft Start, на ноге 8, стоял конденсатор танталовый, и его сопротивление упало, и аппарат не выдавал максимальную мощность. Но здесь ситуация оказалась немножко не такой. Изначально я вообще предполагал, что все-таки виновник именно находится где-то в верхней части аппарата. И чтобы в этом убедиться, что это не так, нужно подключить осциллограф к восьмой ноге этой микросхемы. Прежде чем подключать осциллограф, объясню, что происходит. Восьмая нога, она подключена к клавише, которая идет на грелку не напрямую, а через множество цепей. И помимо того, что есть цепи на верхней плате, есть цепи также и на нижней плате. И допустим, вот этот оранжевый провод, это у нас земля, а красный провод, это как раз управляющий сигнал, который уже передается с клавиши через определенные цепи, которые находятся на нижней плате, на верхнюю плату. И для того, чтобы сымитировать и понять, какая из этих плат неисправна, можно отключить этот разъем, подключить осциллограф к восьмой ноге микросхемы. Далее мы замыкаем пинцетом красный и оранжевый провод, и мы можем наблюдать, что напряжение на восьмой ноге, как только я замыкаю эти разъемы, оно пропадает. То есть верхняя плата прекрасно видит это, и верхняя плата находится в исправном состоянии. Поэтому сейчас мы продолжим работу с нижней платой, виновник определен, и уже будем более детально разбираться, какие из компонентов на ней неисправны. Вот так вот выглядит плата в снятом состоянии, и нас конкретно интересует вот эта вот область. Разъем идет на клавишу, на горелку, на плазматроне, а второй разъем, соответственно, у нас идет наверх на плату. И получается, где-то между этими разъемами у нас потеряна связь. И схема здесь на самом деле достаточно простая, построена на двух биполярных транзисторах S8050. Это транзистор Q1 и, соответственно, транзистор Q2. И работает это следующим образом. Коллектор транзистора Q2 соединен с разъемом, который идет на верхнюю плату. А эмиттер транзистора Q2 соединен с землей. База транзистора Q2 соединяется через резистор 100 кОм с напряжением 24 В. Тем самым в нормальном состоянии транзистор Q2 у нас постоянно открыт и заземляет разъем, который идет у нас наверх. То есть напряжение на нем будет 0. Когда мы нажимаем клавишу на плазматроне, мы посылаем сигнал на базу транзистора Q1, который открывается и заземляет базу транзистора Q2. Тем самым транзистор Q2 у нас закрывается и, соответственно, напряжение на этом разъеме у нас возрастает. И аппарат понимает, что вы нажали клавишу на плазматроне и запускается в работу. То есть, скорее всего, у нас неисправны какие-то из этих двух транзисторов, либо их обвязка какая-то, резисторы, которые стоят в цепи базы. Больше здесь, в принципе, ломаться нечем. Я выпаял оба транзистора S8050, и они оказались нерабочими, причем сразу оба. Для примера возьмем заведомо исправный новый транзистор S8050, красный щуп кладем на базу, переход показывается 703, вторая нога тоже 703. Берем первый транзистор. Переход вообще ничего не показывает. Вторая нога 704. Второй транзистор. Ничего. 704. То есть, оба транзистора у нас находятся в неисправном состоянии. Поэтому сейчас их заменим на новые. И я думаю, что аппарат у нас заработает, ну, по крайней мере, эта его часть будет реагировать на клавишу, которую мы будем нажимать на плазматроне. По крайней мере, больше ничего неисправного здесь нет. Все остальные компоненты в этой области, они находятся в неисправном состоянии. Да, собственно, здесь больше, кроме резисторов, ничего и нет. Транзисторы поменял на новые. Теперь устанавливаем плату обратно на место и пробуем, как будет работать аппарат. Плата установлена на место. Включаем первый пробный пуск. Запускать будем через лампу. И, как мы можем видеть, лампа у нас полностью потухла, что свидетельствует о том, что силовая часть у нас сейчас в данный момент не запущена. Пробуем нажать клавишу на... замкнуть клавишу плазматрона. И мы можем видеть, что лампа у нас загорается. Отпускаем клавишу. Лампа тухнет. Нажимаем. Лампа загорается. То есть, силовая часть у нас запущена. Реагирует на клавишу плазматрона. Но не слышно ни срабатывания газового клапана, не слышно, как работает осциллятор. Изначально я понимал, что так и будет, потому что при тех симптомах, какие были раньше, то есть аппарат просто понимает, что клавиша на плазматроне всегда нажата. Но, тем не менее, также он должен понимать, что клапан и осциллятор в этот момент должны работать всегда. Здесь у нас этого не происходит, и, соответственно, у нас что-то еще не так. И это с крестью что-то, опять же, с нижней платы. Поэтому сейчас будем опять вытаскивать эту нижнюю плату и проверять, почему у нас не щелкает ни газовый клапан, не работает ни разрядник осциллятора. Он у нас действительно не работает, не слышно никаких щелчков. Снимаем, разбираемся. Не стал пока снимать плату. Вспомнил, что на плате раскурочены релюшки. И вполне возможно, что их повредили в момент, когда отковыривали верхнюю крышку. И действительно, это на это похоже, потому что, допустим, это реле. У нас коммутирует газовый клапан, который находится в этой части аппарата. Прошу заметить, что клапан у нас газовый на 220 вольт, а реле у нас на 24 вольта. Зачем коммутирует клапан дополнительно через реле, мне не совсем понятно. То ли у китайцев закончились клапаны на 24 вольта, можно было бы спокойно за место реле поставить клапан на 24 вольта. И все это бы работало дело без дополнительных узлов. Но имеем то, что имеем. И пинцетом сейчас замыкаем контакт к реле. Слышим, что клапан у нас щелкает. Также я сейчас замкнул временным клавишу плазматрона. И давайте попробуем, как будет работать, ввестись осциллятор, если замкнуть второе реле, которое коммутирует осциллятор. И при замыкании реле мы слышим, что у нас прорабатывает осциллятор. Сейчас нам необходимо будет померить напряжение на реле. Если напряжение на них присутствует, то это действительно реле. И их сломали в тот момент, когда вскрывали их крышку. Начнем мы с реле газового клапана, просто потому что к нему удобнее подлезть. Достаточно перевернуть аппарат и выдвинуть плату на себя. Его управляющие контакты, на них должно быть 24 вольта, сымитировано нажатие клавиши на плазматроне. И мы можем видеть, что 25 вольта на них есть, но при этом реле у нас не срабатывает. То есть это 100% у нас неисправный реле. Снял реле с платы и выглядит они вот таким образом. Скрывали их, похоже, что каким-то паяльником, либо чем-то горячим, и края пластика поплавились. Но это не главное. Реле поменяем. Вишенка на торте этого аппарата. Я не знаю, чем покрывают, каким лаком эти аппараты, но особенно это касается высоковольтной части, где стоит осциллятор. Осциллятор стоит как раз вот в этом месте, его трансформатор. Вы можете видеть, что вот здесь по лаку уже появились такие следы пробоя. И в скором времени этот пробой увеличится, и осциллятор просто либо сгорит, либо просто перестанет работать. Виной всему этому некачественный лак, которым покрывают эти аппараты с завода. Поэтому плату придется сейчас полностью отмачивать в растворителе, снимать весь старый лак, чтобы в дальнейшем у владельца аппарата через какой-то промежуток времени не возникло проблем, когда просто у аппарата перестанет работать осциллятор. Релюшки поменял. Плату. Отмыл. В дальнейшем ее нужно будет покрыть защитным лаком. А теперь приступим к испытанию аппарата. На этом наши проблемы не заканчиваются. Осциллятор теперь у нас работает. Газовый клапан работает наполовину. Ну, точнее, он только включается, но не выключается. Точнее, выключается, но примерно через 3 минуты. Я, конечно, не против продувки газа после резки, но когда это в адекватных масштабах, когда продувка идет 3 минуты, это просто будет высасывать лишний воздух из компрессора. Нажимаем клавишу на плазматроне. Клапан у нас щелкнул. Осциллятор видно, что искрит. И клапан теперь будет открыт где-то примерно 3 минуты. В этом аппарате время конечной продувки реализовано на дискретных компонентах. Здесь нет никаких микроконтроллеров. И реализовано это посредством полевого транзистора, к затвору которого припаян конденсатор на, похоже, что 220 микрофарад, и резистор. Тем самым регулируя емкость конденсатора или сопротивление резистора на затворе, который разряжает этот конденсатор, можно варьировать время конечной продувки. Не думаю, что емкость конденсатора уплыла значительно вверх. Скорее всего, в обрыве находится его разрядный резистор. Тем самым полевик открывается дольше, чем положено. Далее полевик открывает реле, и реле уже коммутирует у нас газовый клапан. Поэтому сейчас замеряем сопротивление резистора. Я думаю, что он находится в обрыве. Поменял резистор в цепи затвора, и теперь продувка составляет примерно в районе 10 секунд. Что в принципе должно быть достаточным. Клапан закрылся. Что должно быть достаточно для охлаждения плазматрона после резки. Ремонт аппарата потихоньку подходит к концу. Пробуем нагрузить аппарат на балластный реостат. Ток сейчас установлен минимально. Это 20 А. Кнопка на плазматроне нажата. И ток у нас составляет 16,9 А. В среднем положении токовые клещи показывают 30 А. Ну и максимальное положение 41 А. Характеристики токового аппарата достаточно честные. Финальный тест аппарата на резку. Проб установлены где-то в районе 30 А. Теперь пробуем. Можно даже чуть-чуть добавить. Плата покрыта защитным лаком. Лак пластик 71. Теперь устанавливаем ее обратно в корпус. Подключаем все разъемы. Ставим крышку аппарата на место. И на этом ремонт можно будет завершать. Ремонт аппарата завершен. И далее он будет отправлен обратно к владельцу. В Амурскую область. И если у вас остались какие-то вопросы. Обязательно задавайте их в комментарии. Я постараюсь на все ответить. На этом у меня все. Всем хорошего дня. До скорых встреч.